День добрый дорогие друзья, с вами программа Политотдел и сейчас мы отправляемся в один из московских парков, где только что начался дождик, поэтому не знаю как долго выдержать телефон моего собеседника, а собеседник у меня сегодня замечательный Алексей Валерьевич Журавко. Валерьевич, приветствую, дорогой. Приветствую. Нахожусь я прямо возле Останкино, именно в этом парке красивом. Сегодня будем мучать средства массовой информации. Ура! Победение. Это тот парк, в котором замечательный кафе-ресторанчик, в котором мы однажды после годовщины русской весны в Крыму сидели, разговаривали и где нам даже разрешили курить, чего никому не разрешали. Но когда увидели себя, сказали, ну для Алексея Валерьевича и его друзей так и быть. Можете курить прямо вот здесь, тем более там вентиляция была хорошая. Алексей Валерьевич, отходим от романтики и от воспоминаний, начинаем говорить о серьезных вещах. Ну вот, то, что происходит в головах, в умах, в сердцах населения Украины, как в глубоком тылу, так и на передовой, у тебя есть контакты и есть возможность общаться с этими людьми. Что скажешь, чем поделишься, чего нам ждать от этих людей? Будут и дальше упоротыми лисами, или же начнут потихонечку включать мозги и 2 плюс 2 складывать вместе? Ну как тебе сказать, Сергей, включать мозги не будет, пока какая-то из сторон победит. Вот как только мы победим, а я уверен, что мы победим, так и сразу и мозги начнут возвращаться. Ну мы это наблюдаем в данный момент по Херсонской области, по Запорожской области, по Мариуполю, Мариуполю, пережившему страшную трагедию, как Азол, просто тупо стирали город, убивали мирных жителей и так далее. Конечно же, это страшно, что только мозги начинают включаться, когда люди переживать, начинают такую страшную трагедию. Это смерть близких, это будем говорить фашизм, нацизм, который фактически привел Украину в такое состояние. Выходить, конечно, с этого тупика будет очень сложно, потому как здесь очень много факторов, которые действуют непосредственно не только на лица, но и на умы. Все-таки 8 лет пропаганды, идиотизма, шизофрения, обмана и прочего бесчеловечного отношения они свое дали. Это плоды страшные, ядовитые, плоды смерти. Поэтому, понимаешь, первое, где освобожденные территории стали, и российская, будем говорить, армия и ДНР помогли выйти с этого тупика, освободить от этих деспутов, это, будем говорить, так, освобождение это рав. Второе, мы знаем, что Украина находилась в информационном гетто, фактически издевались над людьми, как попало. Это искажение истории, это искажение данности сегодняшнего дня и нашей великой победы, великой отечественной войны. Это все, Сергей, надо будет прорабатывать. Второе, книги, нехватка рабочих мест. А самое главное, это учителей, это воспитателей, это в институтах не хватает людей. В этом проблема, и это надо насыщать и занимать. А первое сентября не за горами, ведь завтра уже июнь месяц. Июнь три месяца и все. А детям надо учиться. Полностью надо прорабатывать ситуацию непосредственно с политикой. В политике, я считаю, должна быть первая задача – это патриотизм. Второе. Мы должны иметь стратегию, куда мы движемся и что мы хотим. Это, будем говорить, второе. Третье основное. Идеология, знаешь, везде в таких больших многонациональных народах присутствовало понятие, как типа в Советском Союзе, в коммунизме, идеология наша. Идеология идентичности. Идеология того же самого патриотизма. Это идеология развития, идеология солидарности наших народов, понимаешь? Потому что я считаю, что Украина и Белоруссия, они должны быть с Россией вместе. Это неразделимый народ. Нас просто разделили. Это мое личное мнение, я высказываю. Мяс плюс. Мы не должны отступать. Спецоперация начата. Россияне гибнут. Россияне остаются без ног, без рук, отдавая свои жизни за освобождение Украины. Значит, мы назовем так этот постулат победителя, должны использовать максимально. И не только освободить Киев, но и освободить земли наши, которые кровью наших дедов, прадедов даны нам были. И Львов, и Западную Украину. Я считаю, мы не должны отдавать. Этим полякам, извергам, которые обратно глумятся над нашим прошлым. Это памятники нашим воинам, солдатам Советского Союза, освободителям. А это и другие страны. Чехия, Латвия и так далее. Мы должны поставить все точки окончательно. Я против того, что мы ждем чего-то. Мы не договоримся. Не договоримся с ними. Война начата. Сергей, я всем говорил, что конфликт неизбежен. Восемь лет на меня смотрели как чокнутый придурочник. А сейчас я большее скажу. И пусть знают правду. Неизбежен конфликт аж до самой Германии. Если они не задумаются, нам надо вооружить флаг победы 21 века над Рейстагом. И вернут все наши союзнические государства в лоно нашей великой России. Вот и все. И неизбежно на сегодняшний день объединение и мобилизация всего нашего славянского народа. Неизбежно. Уж очень глубоко все это зашло. Это чудо может нас спасти. Теперь многие, Сергей, я хочу, чтобы знали правду, не перебивай. Теперь многие на сегодняшний день говорят. Либерат. Да, Путин такой-сякой. Да, он такой. Либерат здесь. Всякая гниль, которая здесь завелась. Я хочу сказать прямо в эфире. Пусть меня оскорбляет, как хочет. Я желаю Путину еще лет 15 пробыть президентом. Акрыто и честно заявляет. Только он знает, как остановить вот этот шабаш международного разлива, как я называю. Америку. Английскую уточку хромую. И евросателлитов, которые хотят войны. С нами. Вот сегодня в трудную минуту нужно его поддержать. Я не прихлебатель его, как называют. Я не... На него не молюсь. Я говорю как человек. Чувствуя ситуацию. И чувствуя, в которой он ситуацию сегодня находит. А особенно, когда Россия и российский народ. Нельзя с дьяволом играть в карты, которые находятся в Америке. Нельзя играть и находить общий язык с зеленским военным преступником. Нельзя. Иначе эта трагедия будет всего человеческого народа. По словам, славяне многонациональной нации. И я хочу достучаться ко всем. Москвичам. Россиянам. Не играйте в спички. Иначе огонь, как и в Киеве, будет в Москве. Нужен патриотизм. Нужно объединиться. Нужно, чтобы все сегодня работали на единую победу. Нужно Киевскую Русь освободить от деспутов. Хватит на сегодняшний день сдавать свои позиции. Это моя позиция. Спецоперация идет нормально. Единственное. Дух вперед и заканчивать баловаться с этим фашистским отребием. Алексей Валерьевич, ну а сейчас давай пройдемся. Вот Володя Роков в Мелитополе. Наш товарищи в Херсоне, в других городах Херсонской области. Постепенно налаживается там жизнь. Я понимаю, почему еще мы не в Запорожье. Но вот очень бы хотелось увидеть, как и в Запорожье пришла русская весна, и в Николаев. Но вот на твой взгляд, чего еще не хватает для самоорганизации, и насколько много в процентном отношении людей в той же Херсонской, например, области, которые сидят и ждут, чья возьмет. Не верят в собственные силы, не хотят отмобилизоваться для того, чтобы предоставившимися огромными возможностями воспользоваться. Ведь сегодня действительно кто-то пользуется этими возможностями. Мы видим на освещении рынков той же Херсонской продукции. А кто-то не хочет, кто-то ждет, что оно само все произойдет и само упадет в руки. Давай будем говорить так. С одной стороны, людям нужно помогать. Сегодня эта трагедия, есть проблемы во всех направлениях хозяйственного блока, экономического, жизнепотребительского блока, назовем так. Спасибо огромное, что Россия везет ГОМ-конвой. Но России уже в тылу необходимо запускать экономику и срочно. Второе. Без разъяснения, чего хочет Россия конкретно, будет очень тяжело выходить. Второе. Каждая занятая территория должна быть защищена прочно. Особенно в тылу. Это обозначает... Политическая информация должна проходить срочно. А это обозначает, что мы будем восстанавливать. Заводы, пароходы, дачи, туалетные преднадлежности будем делать, кастрюльки делать. Вот чего мы хотим. Вот чего бы я начал. Я не имею права подсказать. Это восстанавливать параллельно с инфраструктурой жизненной, то есть дома, которые были разрушены. Тут же восстанавливать заводы. Срочно запустить экономику. Следующее. Пострадавших регионах нужно опустить максимально цену на бензин, на газ. Максимально. Я не говорю за Россию, я не говорю за Крым. Я говорю там, где сегодня необходимо запустить экономику. Второе. Разработать спецпроект индивидуальный на каждый район и на каждую область. Модернизацию экономико-хозяйственной деятельности. То есть это должны быть вип-проекты. Следующее. Закончить и покончить с мародерством, которое происходит на рынке. То есть завышение цен, когда люди сегодня страдают, бедствуют. У них денег нет. Экономику Херсона, допустим, и других областей Украина осознанно убивает. Это отключая, будем говорить, банковскую систему, инфраструктуру, хозяйственные деятельности, ЖКХ, телефонное обеспечение и так далее. Необходимо закончить с мародерством. Скупи продажниками. Не может быть, что московские цены ниже, чем в этом Херсоне. Они выше. Я не могу понять, почему в гостиничном комплексе 1200 гривен или 1500 гривен в Херсоне. А по деньгам, даже в Донецке, это где-то примерно составляет 400-500 гривен. Не может быть в Донецке. Восемь лет войны. Они что там, опалоумели что ли? И мне надоело молчать. Вот пока мы не займемся наведением с этими так называемыми лживыми бизнесменами, которые рассказывают, что мы заходим на территорию и будем делать бизнес, и цены будут хотя бы уровня Крыма. А на самом деле это больше. Не может быть. И это надо правду говорить, что Путина подставляют. Вот это факт. Следующее. Если мы хотим сегодня наладить способство работы в Херсонской области в конве Крыма, немедленно открыть границы и восстановить таможенные отношения на уровне Крыма. Все. Граница должна быть. Я с этим согласен. Потерпите. Мы должны всяких недобитков вычистить. А это все-таки фильтр. Но некоторые говорят, давайте фильтрационные лагеря поставим. А я против этого. И Россия правильно делает, что этого нельзя делать. Нельзя опускаться до укропов. Следующее. Если бы президент Российской Федерации сказал, что мы с властью Украины не работаем, не общаемся, а народ принимает решение, где им жить, значит, это воля и заявление надо отдать народу. И не ломать его через колено, как это сегодня происходит. И я предложение вношу. Поставьте три флага. Украина, Белоруссия, Россия. И это правильно. Вот это моя позиция. Мы должны выровнять экономику. Если сегодня фашистики закрывают экономику со стороны Украины, это убивает гривну. А я считаю, это преступление. Если они сегодня отнимают у пенсионеров непосредственно пенсии и зарплаты, значит, должно быть возбуждено уголовное дело. Кто сегодня блокирует и отнимает у пенсионеров заработанные кровные деньги. Россия должна это возбудить. Парламент России должен принять постановление на высшем уровне и показывать людям, что Россия борется за каждого жителя независимо, проукраинский или не проукраинский. Вот это правильная тактика. А пока мы это все будем размазывать, как говно по стене, мы закончим очень плохо. Вот такая должна быть позиция. Тогда Херсон быстро вернется куда ему нужно. К Екатерине, России. И многонациональный народ заживет. После этого мы можем говорить, куда можно идти играть на стороне украфилов, украбеспредельщиков. И поддаваться тому, что Украина – цецила. Не надо. Надо показать, что мы можем. Как мы можем выходить в ситуацию. И вот посмотрите, что у нас лучше, а в Украине хуже. И народ вернется. Народ вернется, но надо создать условия. Убрать бандформирование, которое находится в Херсоне или в Запорожье. Я не имею в виду там ДНР еще какие-то. Я имею в виду те, которые остались. Надо с теми, которыми бандиты сегодня есть, но они украинские, а сегодня перекрасились в сторону России. Надо их зачищать и садить в тюрьмы. Освобождать от такого беспредела Украину тот участок земли, который освобожден Россией. К этому надо жестко подходить. Жестко и не баловаться. У нас времени нету. Нас за это держат. И нашими, будем говорить, ошибками пользуются и вводят дискредитив именно конкретно в Москву и все остальное. А теперь то, что хочется сказать по патриотизму. Вы знаете, я шокирован тем, что ездя по Москве, я не вижу за это. А не ваши ли люди гибнут с областей Российской Федерации? А не ваш же ли народ на сегодняшний день теряет ноги и руки? Мне стыдно. Я без руки, без ноги поддерживаю спецоперацию Путина, не скрывая. Я с многими родственниками не разговариваю. Я лишился бизнеса. Всего. Денег. А мог бы договориться. Ради чего? Ради того, чтобы здесь была либерестия? Ради чего? Из-за того, что люди даже свои же в Москве бьют стекла у которых зетки? Я не хочу молчать, но это правда жизни. Остановитесь, люди. Объединитесь. Особенно москвичам. Вам надо сегодня поддержать вашу власть. Вы не играйте с огнем. Против нас дьявол, американец. Вы смотрите, сколько городов за рубежом стерся с лица земли. Они сотворили войну на Украине. Убивая собственный народ. Вбили клин между нами. А мы что делаем? Я не скрываю этого. Я езжу по госпиталям. Езжу, встречаюсь без ногами, без руками. Ты это видел. Им нужна наша поддержка моральная. Совесть и дух нашего победителя. Вот только тогда будут возвращаться к нам люди, когда мы задумаемся, кто мы такие и чего мы хотим. Вот мой ответ тебе. Так, Алексей Валерьевич, давайте-таки посмотрим, где и в чем Киев, на твой взгляд, вот в том смешном слове информационная война, как они говорят, промагая. Вот Арестович, Гордон и прочие вот эти вот замечательные спикеры Офиса Президента Украины, я их слушаю, Людмилу Леонтьевну, землячку свою бывшую, Денисову, слушаю. И, честно говоря, отрап меня берет. Неужели вот в то, что они рассказывают, действительно можно углубиться, проникнуться, поверить и поднять на знамена весь этот бред? Сергей, давай не входить в ту полемику, которую они развивают для дураков. Дурак хочет, дурак услышит. Умный не захочет услышать, он возьмет проверить. 21% территории потери. Большая часть, вот встаются пушки, которые на расстоянии там 30-65-80 километров стреляют. Ну уже снайперы не стреляют там. Поэтому в данный момент надо делать вывод. Херсон освобожден, Запорожье освобождено, Мариуполь освобожден и многие другие регионы. Вот с этого надо исходить. И все. Кому верить? Болтунам, которым платят деньги, Арестовичам и под Денисовым и все остальное, которые завтра кончат в Верховном Совете. Ты думаешь, что она заквакала так, как лягушка? Скоро она будет вареная лягушка. Понимаешь? Но в данный момент Азов пал? Пал. Азов сдается? Сдается. ВСУшники сдается? Сдается. ВСУшники кричат, что оружия не хватает. Это что, Россия кричит? Или ДНР кричит? Вот они ж не кричат, а эти кричат. Вот с этого надо делать выводы. Ну а то, что, будем говорить, информационная атака такая происходит, за этим стоят американцы. В этом они специалисты. Оболванивать людей. Что мы хотим? Давайте еще немножко. Еще два города пойдет. Поверь мне. Потечет по реке, и мы больше не увидим. Вот так бы я это назвал. Поэтому я могу тебе четко сказать. Киев скоро будет наш, я уверен. Львов тоже будет наш, я уверен. А еще они попеликают. Будет и западная Украина. Наша. Я тебе говорю. А следующее, если вот так побухтят, медведю побольше палку усунут, куда не надо, как я называю. Он же не будет рычаг. Понимаешь? Я называю так. Он им раздвинет ноги, куда надо. И сделает свое дело. А над Берлином будет Плаг Победы вести. Вот и все. А потом лет на сто это все успокоит. Мы что, не видим, куда Белоруссия движет? Мы что, не видим, что Белоруссия делает? Или президент Белоруссии озвучит? Мы что, этого не понимаем? Фронт уже создается. Еще один. Что мы тут пиликаем? Мы идем к победе. Вот это надо рассказывать. И объяснять. А то, что там всякие говнюки пытаются замазать стенку и кричать, что она по ним не упадет, то их проблема не наша. Наша проблема после освободительной спецоперации и прекращения войны, самой страшной, будет стоять за чем? Как вернуть умы? Как на сегодняшний день восстановить память наших предков и создать условия, чтобы мы могли в данный момент понимать друг друга? А это примирение, обозначение сегодняшней страшной прагедии, осуждение всех тех военных преступников и дать оценку с 90-х годов, кто продавал нашу матушку-землю, кто разделил наши народы, кто на сегодняшний день отдавал наши ресурсы за бесценок, и кто в историческом факторе привел к сегодняшнему дню. Ельцину надо дать оценку? Надо дать. Горбачеву надо дать оценку? Не надо глупиться, а историческую оценку дать. И только тогда мы начнем жить. И самое основное, есть с одной стороны, есть с другой стороны. На Украине произошел государственный переворот. Вот всем чиновникам, которые сдали Украину, как стеклотару, начали ее разбивать, способствовали фашизму, нацизму, героизацию подонков, оскверняя наши памятники, убивая суть человеческую, подвергая риску Россию, Беларуси, они должны быть осуждены. И им должно дать оценку их действиям, как государственным политикам. Не всех под ребенку нужно брать, но это необходимо сделать, чтобы привести примирение в общество. Следующее. Все, которые преступники, были задержаны Российской Федерации, либо находятся в Крыму, либо в Донбассе, они должны быть тоже осуждены. По Нюнбергскому процессу... Алексей Валерьевич, у тебя изображение куда-то... По Нюнбергскому процессу должны быть осуждены. И немедленно. Только у одних казнь в Киеве, у других в Донбассе. Почему? Это тоже фактор примирения народов наших. Вот мой ответ. А в Киеве все сидят преступники, негодяи, отморозки. И те, которые сегодня продолжают грязное свое дело, убивая и раскалывая до конца Украину. Терзая, как, будем говорить, трупное мясо. Алексей Валерьевич, Петр Порошенко рвался, дважды прорывался, на третий вроде бы вырвался, таки с территории Украины. Твой прогноз. Не будет ли он сейчас через своих друзей просить Российскую Федерацию прямой наводкой грохнуть Зеленского, чтобы самому не тратить много денег на уговоры Запада сместить Владимира Александровича и вернуть Петра Алексеевича? Значит, давай будем говорить так. Зеленского сейчас никто не грохнет. Он нужен. Порошенко это новый спецпроект. Три дня его не выпускали, тут выпустили. У нас впереди Польша. А у Польши есть притязание на территориальные отношения и забрать непосредственно Западную Украину. Но там есть и Венгрия. Это все взаимосвязано. Его бы не выпустили Порошенко, если бы он не нужен был бы. И не надо этого скрывать. Этих обалдуем будут и дальше использовать для внесения еще одного раскола. И для отбирания земель. По камень, будем говорить, медвежонок крутится, крутится. За это время запускаются специальные фонды во Львов. Специальные ЧВК польские. За это время запускаются, будем говорить, политика информативные, будем говорить, связи тесно. Вдуется в уши народу, что мирным путем, безболезненно, согласие этого петушка Зеленского, отобрать остальные земли. Вот этого нам нельзя допустить. Если только это произойдет, и мы дальше не пойдем, возродится еще страшнее фашизм, чем мы думаем. Это будет смесь бульдога на сорога, такое ядерное, что они потом обратно пойдут на освобожденные земли и пойдут до России. Ну, значит, придется нам наводить порядок полный и окончательный. Опыт у наших предков был, они его нам передавали. Сейчас приходится на ходу переучиваться, мастер-классы ребят берут практически. Ну и надежда на то, что да, действительно, не затянем мы это, не сделаем так, как вот сейчас, кстати, ты обратил внимание, на Украине уже кончились ведьмы, закончились мальфары, уже боевые астрологи киевские появились, которые чего-то там про ретроградные Меркурии, Марса, Юпитера, Венеры рассказывают и говорят, вот зуб дает... Я на это внимание обратил внимание, но ты пойми правильно, идет полное зомбирование. И мы знаем, что такое, вот будешь говорить, вот эти церкви типа Еголы, всякая там фигня. Ты понимаешь, эта цель стоит именно на зомбировании. Это ж не стоит цель к созиданию, к строительству, к воспитанию какой-то нации, к лучшему, да, а все же происходит с точностью наоборот. Это ж, будем говорить, пушечное мясо. Делает все для того, чтобы неотвратимое все было, чтобы невозможно было что-то хорошее вернуть. Вот для этого делается все. Алексей Валерьевич, подошло к концу наше время. Надеюсь, не промок твой смартфон и не погибнет под струями дождя. Желаем удачи, успехов, побед и ждем у нас здесь в Крыму. Ну, а как будете в Херсоне, и дай бог там восстановится мобильная связь, хорошая интернет. Олег Анатольевич Крючков, наш товарищ, этим плотно сейчас занимается. Я его вчера видел, так лучше бы не видел, как говорится. Представляешь, вот белая седая борода и абсолютно почерневшее лицо. Когда он успевает поспать, я не представляю. Вот так крымчане работают, вот так помогают Херсонщине. Я надеюсь, это будет оценено жителями. Последнее скажу. Херсон, Николаев будут освобождены. Самое главное, не паниковать. Работа идет. И мы выйдем с этой ситуации весь славянский мир с победой. Со слезьми на глазах. Это я вам говорю. Олег, Алексей Валерьевич, спасибо тебе огромнейшее. Удачи и до скорой встречи. Пока. Пока. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавков в программе Политотдел. Ну, а мы прервемся, чтобы скоро вернуться и продолжить. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok